Надежно закреплено. Не хочется налетать. Жигули, ГАЗ-21 и какие-то современные японки. Парковка ТРЦ Мёд сейчас превратилась в настоящую выставку машин на любой вкус и цвет. Участники не только показывают свои автомобили, но и соревнуются в автозвуке. Фестиваль «Байкал Саунд» собрал порядка 120 участников и кучу зрителей. Сколько у вас тут вложено в звук? Ну, наверное, перевалило уже за 400 точно. 400. Можно для теста буквально на пару секунд что-нибудь включить на максимум? Просто чуть барабанные перепонки не лопнули по ощущениям. Не, ребят, на самом деле это далеко не мощный автомобиль на этой площадке сегодня. Собрались здесь и любители необычных машин. Не показывайте это видео моим родным. Сюда упало примерно 4 стоимости этого автомобиля, но особо ничего не поменялось. Ну, как это можно не любить? Это же роскошь и комфорт. Мне лично нравится дизайн, нравится философия. Вот на любую из этих машин, если посмотреть, в каждой есть что-то свое. Вот, например, краун, зеркала на крыльях. В моей машине мне нравится внешний вид. Строгий, но в то же время такой немножко спортивный. Но звездой дня стал американец. Вы ездите на ней постоянно или только так, на какие-то такие? Только воскресные выезды. Как реагируют люди у нас в Улан-Удэ? Они все поднимают себе настроение и мне. Все довольны, все улыбаются. Машут сигналы. Наркодилак Дериль, 1973 год. Ездили на нем предпочтительно. Либо наркодилеры, либо люди, которые имели деньги. Это вообще мероприятие проводится для того, чтобы привить культуру поведения, привить культуру использования этих систем, дабы не шуметь в неположенных местах, в неположенное время людям. Дорож Себданов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.